Аудиокниги Владимир Короткевич Дикая охота короля Стаха Последняя повесть семейных преданий рода Яновских, рассказанная Андреем Белорецким Оставшись один, я начал рассматривать портреты, которые тускло поблескивали на стенах. Их было более шестидесяти, совсем давних и почти новых, и это было грустное зрелище. Вот какой-то дурянин, едва ли не в тулупе, одна из самых старых картин. Лицо широкое, мужицкое, здоровое, с густой кровью в жилах. А вот второй, уже в сребротканном кафтане, широкий бобровый воротник падает на плечи. Хитрый это был протобистия парниша. Рядом с ним сильный, с каменными плечами и искренним взглядом человек в красном плаще. Возле его головы щит с фамильным гербом, и верхняя половина его замазана черной краской. А дальше другие, такие же сильные, но глаза туповатые и масляные, носы тупые, губы жестокие. А с ними женские портреты с покатыми плечами, созданными для нежности. У них такие лица, что заплакал бы и палач. А, наверное, кто-то из этих женщин вправду сложил голову на плахе в те жестокие времена. Неприятно думать, что такие женщины брали еду из блюд руками, а в балдахинах их спален, наверное, гнездились клопы. Я встал возле одного такого портрета, очарованной той удивительной непонятной улыбкой, которую так непередаваемо создавали порой наши старые художники. Женщина смотрела на меня сочувственно и загадочно. Ты, маленький человек, — как будто говорил ее взгляд, — что ты испытал в жизни? О, если бы знал ты, как пылают факелы на стенах зала для перов! Если бы знал ты, какое наслаждение целовать до крови любовников, двоих свести в драке, одного отравить, одного бросить в руки палачу, помогать мужу стрелять из башни по наступающим врагам, еще одного любовника почти свести в могилу своей любовью и потом взять его вину на себя, сложить на эшафоте свою голову с высоким белым лбом и сложной прической. Клянусь жизнью, так она мне и сказала. И хоть я ненавижу аристократов, я понял перед этим портретом какая-то страшная штука — рот, какую печать он налагает на потомков, какое бремя старых грехов и вырождения ложится на их плечи. И еще я понял, какие неисчислимые десятилетия пролетели над землею с тех времен, когда эта женщина сидела перед живописцем, где они сейчас, все эти люди с горячей кровью и пылкими желаниями, сколько столетий прогрохотало по их истылявшим костям. Я почувствовал, как ветер этих столетий пролетел за моей спиной и поднял волосы на моей голове. И еще я почувствовал, что в этом доме стоит холод, которого не выгнать даже каминами, горящими день и ночь. Огромные мрачные залы с трескучим паркетом, сумрак по углам, вечный сквозняк, запах пыли и мышей и холод, холод. Холод. Такой холод, что леденеет сердце. Холод, настоянный столетиями. Холод единственного майората огромного, обеднелого, почти вымершего за последние годы рода. О, какой это был холод! Если бы позднейших наших декадентов, которые воспевали заброшенные панские замки, оставить тут хоть бы на ночь, они скоро запросились бы на траву, на теплое солнышко. Круйсу смело пробежало по диагонали зал, меня передернуло. Я вновь повернулся к портретам, но позднейшие портреты были тоже другими. У мужчин какой-то голодный, недовольный вид. Глаза, как у старых силадонов, на губах непонятная, тонкая и неприятная язвительность. И женщины другие. Губы слишком чувственные, взор манерен и жесток, и, очевидно, слабели руки. За белой кожей, как у мужчин, так и у женщин, видны были голубые жилки. Плечи становились узкими и подавались вперед, хоть похоть даже усиливалась в выражении лиц. Жизнь. Какие жестокие шутки совершаешь ты с теми, кто века жил обособленно, а с народом общался на тот случай, чтобы рожать на свет бастардов, у небрачных сыновей знатной особы, короля, герцога средневековой Европе. Мне было тяжело, неприятно смотреть на это. И вновь это чувство пронзительного, непонятного холода. Я не услышал шагов за спиною, как будто подходивший и плыл в воздухе. Мне вдруг просто показалось, что кто-то смотрит мне в спину. Тогда я, привлеченный этим взглядом, повернулся. Женщина стояла за моей спиною и пытливо смотрела на меня, склонив голову. Я был ошеломлен. Мне показалось, словно тот портрет, который только что разговаривал со мною, вдруг ожил, и женщина, сошедшая с него, стала тут за моей спиной. Не знаю даже, что между ними было общего. Та на портрете. Я посмотрел на него и увидел, что он был на месте. Была, видимо, высокая, хорошо сложенная, с большим запасом жизненных сил, веселая и сильная, красивая самка. А это просто заморыш. И все-таки сходство было. То сверхсходство, которое заставляет нас узнавать в толпе двух совсем непохожих братьев, брюнета и блондина. Нет, даже больше. У них были совершенно одинаковые волосы, нос той же формы, тот же разрез рта и те же белые ровные зубы. И кроме этого еще то общее сходство в выражении лица, что это родовое, извечное. И все же такой неприятной особы мне еще не приходилось видеть. Все то же и все не то. Маленькая, ростом, худенькая, тонюсенькая, как веточка, с почти неразвитыми бедрами и детской убогой грудью, с голубыми жилками на шее и руках, в которых, казалось, не было крови. Она была слабой, как стебелек полыни на меже. Очень тонкая кожа, тонкая длинная шея, даже прическа какая-то непонятно невыразительная. И это было тем более странным, что волосы были золотистые, поразительной пышности и красоты. Зачем был этот нелепый, затрапезный кукиш на затылке? Черты лица были выразительные, резко очерченные, такие правильные, что пригодились бы как образец даже великому скульптору. И все-таки я не думаю, чтобы какой-либо скульптор соблазнился бы лепить из нее юнону. Редко мне случалось видеть такое неприятное, жалкое лицо, губы странно искривлены, у носа глубокие тени, цвет лица серый, черные брови в каком-то чудном надломе, глаза огромные, огромные, черные, но и в них какое-то непонятное застывшее выражение. Бедняги дьявольски некрасиво, с жалостью подумал я и опустил глаза. Я знаю много женщин, которые до самой могилы не простили бы меня за эти опущенные глаза, но это, видимо, свыклось видеть что-то похожее на лицах всех встречавшихся людей. Она совсем не обратила на это внимания. Не знаю, хотела ли она поднести руку к моим губам или просто протянула ее для рукопожатия на английский манер, а может, рука просто содрогнулась, но я взял ее слабые пальчики и почтительно поднес их к губам. Может, я даже задержал их дольше, нежели следовало, я ведь был должен немножко искупить этот грех опущенных глаз. Когда я отпустил пальцы, в глазах этой девушки, нет, даже ребенка, появилось что-то лихорадочное, болезненное, странное. Она все так же, как прежде, молча показала мне рукою на кресло перед камином. И, однако, не сел, пока не села она. И опять то же странное выражение в глазах. И тут я припомнил, как дрожала ее рука возле моих губ, и понял, что она просто не умела ее подавать, что ей никогда не целовали руку. Ой, в самом деле, чего можно было ожидать от этой проклятой богом дыры среди лесов? Когда та же экономка с поджатыми губами принесла нам ужин и оставила нас одних, я спросил, с кем разговариваю. Я хозяйка болотных елин, Надея Яновская. Извините, может, мне следовало представиться раньше. Я сам того не желая обманул вашу экономку. Я совсем не купец. Я знаю. Очень спокойно сказала она. Купцы не такие, а я вас уже видела. Там над дверью есть высоко незаметные волчки, чтобы смотреть. Когда к нам приезжает кто-то, я сразу вижу. Каждый раз. Только очень-очень редко приезжают к нам люди. И они боятся. И я тоже мало кого могу пустить к нам. Вы не такой, как другие. Редко у нас бывают заслуживающие доверие люди. Меня неприятно поразила такая, мягко говоря, открытость. Что это? Тонкий расчет? Либо наивность? Но сколько я не смотрел на это искривленное лицо, я не мог заметить на нем даже отблеска какой-то задней мысли. Лицо было простодушным, детским, но более всего убедил меня голос. Он был неторопливый, ленивый, равнодушный и одновременно трепетный и прерывистый, как голос ночной птицы. И к тому же я вообще видел вас прежде. Где? Искренне удивился я. Не знаю. Я многих людей вижу. Мне кажется, что я вас видела во сне. Часто. А возможно, и не во сне. Вам не случалось чувствовать такое, как будто вы жили когда-то, давно, и сейчас открываете, находите вновь многое из того, что видели. Давно-давно. Я человек здоровый. Я еще не знал тогда, что такое бывает иногда у издерганных людей, людей с очень тонким восприятием. У них как-то нарушается связь между первичным восприятием и последующими представлениями памяти. Схоже им кажется тождественным. Они открывают в предметах, какие им совсем незнакомы, что-то давно известное. А сознание, извечный реалист, этому сопротивляется. Поэтому и получается, что предмет одновременно и полностью знаком и таинственно незнаком. Повторяю, я не знал этого. И все-таки ни на минуту не закралась в мой мозг мысль, что эта женщина может лгать. Такой искренности и равнодушием веяло от ее слов. Я вас видела, вновь повторила она. Но кто вы? Я не знаю вас. Меня зовут Андрей Белорецкий, пани. Я ученый и фольклорист. Она совсем не удивилась. Удивился я, узнав, что такое слово ей знакомо. Что ж, это очень интересно. А о чем вы заинтересованы? Песнями? Поговорками? Легендами, пани? Старинными местными легендами? Я перепугался не на шутку. Она вдруг выпрямилась, как будто ее пытали электрическим током. Лицо побледнело, веки закрылись, но я согласен был побожиться, что за ними глаза ее закатились. Испуганный я подержал ее голову и поднес их к губам стакан с водою. Но она уже пришла в себя. И тут глаза ее заискрились с таким возмущением, такой несказанной, укоризной, что я почувствовал себя последним мерзавцем, хоть и не знал, по какой причине я должен молчать о своей профессии. Я почувствовал только, что тут что-то связано со старым правилом в доме повешенного не говорят о сворке. прерывистым голосом она сказала, «И вы, и вы тоже. Зачем вы меня мучаете? Зачем меня все...» «Госпожа...» «Пани, ей-богу, я не думал, я не знаю. Смотрите, вот свидетельство от Академии, вот письмо губернатора. Я никогда не был тут. Простите меня, если я вас чем-то больно задел». «Ничего», вымолвила она. «Ничего, успокойтесь, пан Белорецкий. Это так. Я просто ненавижу эти темные создания дикарского разума. Может, и вы когда-нибудь поймете, что это такое, это темное. А я поняла давно. Только прежде, чем понять до конца, я умру». Я знал, бестактно было бы расспрашивать дальше. Я смолчал. И лишь потом, когда она заметно успокоилась, произнес. «Извините, если я вас задел, пани Яновская. Я сразу стал вам неприятен. Если вы хотите, чтобы я от вас уехал, мне кажется, лучше сейчас». Лицо ее странно искривилось. «Ах, разве в том дело? Не надо. Вы очень-очень обидите меня, если поедете сейчас». И к тому же, голос ее задрожал, что если бы я попросила, понимаете, попросила вас остаться тут, в этом доме. Хотя бы на две-три недели до того времени, пока закончатся темные ночи осени. Взор ее начинал блуждать. На губах появилась печальная улыбка. Потом будет снег и следы на нем. «Конечно, вы поступайте, как хотите, но мне было бы неприятно, если бы о последней из Яновских сказали, что она забыла старинное гостеприимство». «Она так сказала последняя из Яновских, эта восемнадцатилетняя девочка, что мне чего-то даже по сердцу резонуло со страданием». «Что ж», — продолжала она, «если интересуетесь этим гадким, разве я могу перечить? Иные собирают даже змей. Я должна вам сказать, что вы приехали в заповедный край. Тут привидений призраков больше, нежели живых людей. Христиане, которых трясет лихорадка, рассказывают изумительные и ужасные истории. Они живут картошкой, голодным хлебом с мякиной, постной овсянкой и фантазией. Ночевать в их хатах вам нельзя, там грязь, скучность и лихорадка. Ходите по окрестным хуторам, там вам за мелочь, которая пойдет на хлеб или на водку, на мгновение согревающую вечно холодную от лихорадки кровь расскажет все. А вечером приходите сюда, тут вас всегда будет ждать стол и кровать, и огонь в камине. Запомните, я хозяйка тут, крестьяне слушаются меня. Согласны? В это время я с уверенностью знал, что никто этого ребенка не слушает, никто его не боится и никто от него не зависит. Возможно, каждому второму я улыбнулся бы прямо в глаза, но в этом повелении было столько еще непонятной для меня мольбы, столько печального и ожидаемого, что я прикрыл веки и ответил «Хорошо, я подчиняюсь желанию и поненке». Она не заметила иронической искры в моих глазах и даже порозовела на минуту, ведь мы по той причине, что ее послушались. Весьма скромный ужин убрали со стола. Мы остались в креслах перед камином. Яновская оглянулась на черные окна, за которыми шумели и терлись о стекла огромные деревья и промолвила «Пан Белорецкий еще не хочет спать?» Этот удивительный вечер так настроил меня, что спать мне расхотелось. И вот мы сидели рядом и смотрели в огонь. «Скажите», — вдруг спросила она, «люди повсюду так живут, как у нас?» Я с удивлением взглянул на нее. Неужели она никогда не оставляла этого дома? Она, как будто поняв, ответила. И я не была нигде, кроме этой равнины в лесах. Отец мой, он был лучший человек в мире, сам учил меня. Он был очень образованный человек. Я, конечно, знаю, какие есть на свете страны, знаю, что не всюду растут наши ели, но, скажите, всюду ли человеку так сиро и холодно жить на земле? Многим холодно жить на земле, пани. Виновны в этом люди, жаждущие власти, непосильной, невозможной для человека. Виноваты также и деньги, из-за которых люди хватают друг друга за глотку. Но мне кажется, что не повсюду так сиротливо, как тут. Там, за лесами, есть теплая луга, цветы, аисты на деревьях. Там также нищета и забитость, но там люди как-то ищут спасения от этого. Люди украшают хаты, женщины смеются, дети бегают, а тут всего этого мало. Я догадывалась, продолжала она, этот мир влечет, но я не нужна нигде, кроме болотных елин. Да и что я там буду делать, если там нужны деньги? Скажите, а такие вещи, как любовь, как дружба, там бывают хоть иногда? Или это только в книгах, которые есть в библиотеке отца? Я опять ни на минуту не подумал, что это двусмысленная шутка, хоть мое положение было достаточно неловким сидеть в ночной комнате и разговаривать с малознакомой поненкой о любви, да еще по ее инициативе. Там они иногда бывают. Вот и я говорю, не может быть, чтобы люди лгали, но тут ничего этого нет, тут болото и мрак, тут волки, волки с пылающими глазами. В такие ночи мне кажется, что нигде, нигде на земле нет солнца.